Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрецкие! Сегодня с вами снова я, Тигра Надя, и я обещала вас надолго не покидать, иногда кидать видео вам. Вот, и сегодня такой день настал. И, наверное, это видео будет AskTigra, то есть, как вот мое первое видео было с ответами на ваши вопросы, только там я где-то на 5 вопросов иногда отвечала, да, ну, сколько накапливалось. А сегодня я буду отвечать на самые часто задаваемые вопросы, которые просто меня уже доканывают, и я устаю каждый день на одно и то же отвечать. Я накидала на листок самые часто задаваемые, и сейчас я на них просто быстренько так отвечу, как бы, как на анкету, да. Первый вопрос. Музыка на фоне, какая музыка у меня играет? Я часто получаю комментарии, о, крутой трек, скажи название, вот, где-то его скачала, прочее, да. А, ребят, музыка, вот сейчас у меня тоже музыка играет. Всегда у меня на фоне включен телевизор, Европа Плюс ТВ, либо VH1. Канал такой V, V, H и 1. VH1 это такой необычный канал, где крутят такую необычную музыку, разную. И ретро, и рок, и R&B, но в основном там более такие роковые композиции, более старые хиты, 90-е, 2000-е, вот такие вот. А по Европе Плюс крутит всё, что крутит по Европе Плюс на радио, вот. Так что я не знаю, что у меня на фоне, потому что я не смотрю в телевизор, да, и не считаю, кто же это сейчас поёт, чтобы именно вам сказать, кто это поёт, да. Вот, если я ставлю на какую-то свою видеомузгу, где я не говорю, где я просто слайд-шоу или видео быстрое, без разговора, то я обязательно внизу в боксе пишу название трека, скачала я его откуда-то, либо просто он у меня, вот. Так что все ваши ответы, они находятся всегда внизу здесь. Да, я левша, и я всегда была левшой, меня никогда не переучивали, и я считаю, что это круто, потому что все левши, они творческие люди, и вы сами по мне видите, что это, иной раз, ещё одно доказательство, что все левши творческие люди. Я не провожу обмен посылками, нет, такой был только один раз, и то, потому что... У нас, как бы, взаимосвязь с этой девочкой, мы общаемся, вот, и мы решили другу приятно сделать, вот. И просто кому-то, когда я посылку посылаю, например, Алия, да, то это уже не означает обмен посылками, мы просто делаем друг другу подарки, приятные, как близким людям, вот, потому что мы близкие люди. А так, обмен посылками, нет, я не провожу, особенно с маленькими девочками, которым лет по 13-14, нет, нет, потому что, ну, вы ничего мне не можете предложить того, что мне нужно, например, да, я могу вам предложить то, что вам нужно, вы, например, хотите Essence или Catrice, это у нас навалом в городе, пожалуйста, но какой долг будет? Вы можете доказать через ту же самую группу Beauty Home, я могу здесь ссылку оставить, зайдите, закажите, и вам пришлют то, что вы хотите, вот. Мне скоро 22 года, да, мне не 19, не 18, нет, в сентябре, 8-го числа мне исполнится 22 года в этом году, я 90-го года рождения, я родилась в Великом Новгороде, но живу я в Смоленске. Нация, нация у меня непонятная, я не отношу себя к русским людям, потому что я не считаю себя русским человеком. У меня отец тверской казак, мама у меня армянка, и в моей семье есть и азербожанская кровь, и украинская, и армянская. Армянской крови у нас не больше, потому что вся мамина семья состоит из армян, чистокровных таких, вот, и только мы с мамой смесь, потому что бабушка моя, она из Белоруссии, вот, вот, а еще, если брать совсем брату, там турецкая кровь есть, да, так что вот так вот. У меня очень много всего, и поэтому во мне это все намешалось, и мой характер такой, он просто вот все в себе намешал, и внешность тоже, вот, так что вот так вот, я не знаю, кто я, я очень люблю людей на нации, и не люблю вот этот вот расизм, когда все говорят, о, черные бы наехали и прочее. Мы все равны, мы все одинаковые, просто цвет кожи у нас равный, вот и все. Так, сейчас скажу, образование у меня высшее, не оконченное, психолог, бакалавр. Также у меня есть среднее образование журналисты и фотографы, я заканчивала курсы, у меня есть два диплома. Работа, я иногда подрабатываю, ну, как подрабатываю, иногда я пишу статьи для нашей смоленской одной газеты, я самостояние, да. Ну, веду блог, я с этого деньги не беру, хотя я могу, вот, но я пока не хочу, потому что я не люблю зарабатывать на хобби, для меня это хобби, и мне не хочется зарабатывать на этом деньги, может быть. Я хочу, чтобы мои первые нормальные такой вот настоящие зарплаты были деньги за мою книгу, которую я вот уже скоро закончу, и хочу отдать в печать, вот. Вот это будет для меня действительно зарплата, работа, счастье, а не деньги иметь с хобби, с ютуба или с блога. Я считаю, что это неправильно, потому что хобби не должно приносить, приносить деньги, как я считаю, хотя многие считают наоборот, но я считаю, что оно должно приносить в первую очередь счастье, удовольствие, а не деньги, вот. Может быть, в будущем я соглашусь дорабатывать деньги с блога, с ютуба не хочу, вот. Ну, посмотрим. Так, татататататай. партнерство на ютубе если меня спрашивают как я стала партнером ютуба я не знаю, как я стала мне просто предложили, мне прислали письмо на почту, мы обговорили я согласилась, мне прислали ссылку я подтвердила и все, я партнер вот так вот стала вот, я не соглашалась на то, чтобы зарабатывать деньги с ютуба поэтому отвечаю сразу на вопрос я не зарабатываю ни копейки со своих видео, ни с одного тогда бы вы их сразу поняли, потому что была бы у меня реклама и прочая вот, так что я не хочу пока зарабатывать деньги со своих видео потому что мне кажется, это у меня нечестно по отношению к вам и к себе, я не знаю пока, я не нашла ответ для себя в этом плане это круто, да, зарабатывать со своих видео, с просмотров с накруток, это все, но это не по мне, я пока не хочу нет, не буду так что на все вопросы, как стать партнером как зарабатывать деньги сколько ты зарабатываешь что для этого нужно ребят, для этого есть гугл пишем в поиске, в названии в строке как стать партнером как зарабатывать деньги на ютуб нажимаем enter все ответы вам открываются не ленитесь для этого гугл и создан чтобы там находить свои ответы я не понимаю, зачем спрашивать других когда самому можно просто покопаться пару раз нажать на кнопку мыши и все я за свою жизнь никогда никому вопрос не задала потому что мне самой интересно искать ответы чем слушать это от других даже если мне кто-то скажет ответ я все равно залезу я почитаю информацию которая мне нужна и найду для себя точный ответ с нужной информацией так лучше далее про лайки ребят, меня вот реально это просто доканывает достает надоедает я не знаю, как еще выразиться каждый день я получаю по просто сотне сообщений поставь все ответы на аву взаимно поставь мне лайк я в этом конкурсе участвую тыры-пыры мне нужна твоя помощь поставь лайк тут поставь лайк там зарегистрируйся здесь проголосуй за меня надоело вот реально надоело особенно эти сердечки вконтакте я не знаю, кто вообще их придумал и зачем их придумали потому что это реально тупость хватит заниматься вот просто ребячеством а какой толк от того, что у вас там 20 сердечек будет на ави это детский сад это для маленьких детей которые хотят казаться круче кого-то и вообще проще я ставлю лайки только своим близким людям только действительно когда мне нравится фотография она меня просто покоряет я ставлю, что мне нравится она, да чтоб человек знал я не ставлю всем подряд мне вообще это не нравится я не понимаю есть смысла просто вот в этом я не вижу не знаю и вы тоже я вам советую превратить это ребячество детским садом этим заниматься лучше почитайте возьмите книгу что-нибудь поделайте нормальное и полезное чем вот рассылкой это заниматься и просить всех ставить вам лайки от этого вам в будущем никакого полезной информации не будет так я люблю цитрусовые ароматы да я отвечаю на этот вопрос потому что часто мне задают какой ты аромат любишь да я люблю цитрусовые и свежие ароматы мой самый любимый аромат это Spotlight Avon и я очень-очень люблю Versace по-моему Versace так и называются такие зеленые тоже цитрусовый аромат также мне нравятся Кристина Гиллера Кристина Гиллера белые первые такие известные ее духи и мне еще нравятся Хлоя духи такие маленькие красивые с беленьким таким этим бантиком а потом что мне еще сильно нравится мне нравится Flora by Gucci которая последняя версия зеленая ха-ха-ха мне нравятся парфюмы сад Джессики Паркер тоже все-таки свежие фруктовые вкусные и и мне нравится вот последний парфюм тоалетная вода от Эйвена это Miami пати просто обожаю ее вот ну и еще из таких вот недорогих мне нравится Perceive Dew он пахнет такой дыней сожи цитрусовый так свободное время как я брожу свободное время почему они отвечают на письма что я вообще делаю кроме того как сижу дома ребята у меня тоже есть своя личная жизнь я тоже человек у меня тоже есть свои дела у меня тоже есть свои дела дома помогать тоже готовить это все я тоже делаю и я такой же человек как вы у меня тоже есть друзья мне тоже надо с ними время проводить мне тоже с ними надо общаться гулять и куда-то ходить у меня тоже есть дела я не сижу дома постоянно я не торчу дома я не бездельничаю у меня бывает свободное время когда я сажусь смотрю кино и то я не просто так смотрю фильмы а для того чтобы потом написать статью для газеты либо просто вот найти почерпать вдохновение что-то новое для своей книги это тоже считать что как время как не как работа а как нужное время вот я читаю книги помогаю друзьям своим если им нужна помощь вот Лена сейчас готовится последний экзамен сдавать она поступает на высшее она закончила среднее колледж вот и сейчас она будет поступать на экономический скорее всего в наш энерго вот и я ей тоже помогаю вот так что так вот у меня и бывает и не бывает свободное время вот когда оно есть оно есть вот сейчас у меня оно есть я снимаю для вас видео а бывает так что его и нету я не могу снимать для вас время видео вот когда у меня есть время тогда я отвечаю на ваши письма когда есть вдохновения если они большие я стараюсь каждый день проверять ваши сообщения просматривать все читать я радуюсь благодарю вас и это очень круто да так что не думайте что я вот такая вот прям вся не знаю торчащая дома без дела без всего а целый день в интернете мне вообще тошнит от интернет если честно то вообще я готова в него не заходить если бы это можно было а далее осталось если не ошибаюсь два вопроса почему я не живу с родителями я живу в бабушке и дедушке уже давно когда я кончила школу в 2007 года и мне здесь удобнее я здесь училась в университете мне было проще добираться до него потом ждать 15 минут до университета доехать и 20 минут дойти пешком а от моего дома надо было минут 35 ехать например потому что далеко он находится вот здесь за мной смотрят здесь у меня друзья рядом живут здесь у меня рядом моя церковь здесь у меня рядом парк до которого реально 15 минут пешочком дойти и это уже в центре а здесь поликлиника здесь у нас кафешки театры кинотеатры и трамвайные линии вот прям с дома вышел сразу сел на трамвай потому что у меня подъезд находится рядом с трамвайными линиями и у нас здесь рынок с подъезда вышел и перед тобой сразу же рынок сразу у нас вот так вот дом находится прям вот вниз на баллон с балкона смотришь ты видишь весь рынок магазины все вот это очень круто жить рядом с рынком это вообще я обожала здесь пройдет лето в детстве а много ответов почему я не живу с родителями ну потому что так вышло мама у меня работает я там дома за мной смотреть некому чтобы меня там например извиняюсь в туалет помочь да сесть или одеться или спать уложить это там некому мне помогать только здесь вот ну так живу мне здесь удобно и бабушки есть дедушка думаю мне скучно все хорошо живем уже много лет так и вообще все действие я сюда у них здесь проводила и как-то привыкли мы нормально вот и да мне здесь передвигаться по квартире удобнее чем там в доме где бум бум всякие лестницы и брось да а вот два вопроса да осталось ребят вот реально я получала такие вопросы и не раз о старой косметике меня просили прислать старую косметику пожалуйста у меня нет косметики вышли мне всю свою старую косметику которая тебе не нужна прочитайте пожалуйста еще раз свой старый вот этот вопрос и сами попробуйте на него ответить потому что это глупо это смешно и вообще я не знаю что на него ответить и извините я не делаю такие вещи не занимаюсь такими глупостями и я я всегда свою старую косметику отдаю ну не старую а той которой я не пользуюсь или кому-то она вот нравится больше чем мне например бабушке отдаю всегда мы мою вторую бабушке бабушкиной цитарей всегда высылаем кучу косметики она вот ей 80 с чем-то она до сих пор красит потому что она не 80 70 с чем-то вру она работает в загсе и она которая не 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 она не не Вот какого цвета ей надо, что ей надо Мы покупаем все самое лучшее Вот так вот Либо отдаю подружкам, потому что Все-таки они мои близкие люди И им это нужнее Вот Они у меня не из богатых семей Они не могут себе позволить Купить, например, там Тушь от L'Oréal или прочее Да? Поэтому как-то вот так вот Куда так много косметики Тоже еще один вопрос Это последний вопрос, кстати, да Я не понимаю вот таких вопросов Потому что это говорит о зависти Или о чем Ну, не знаю, у меня никогда Ни один близкий человек, ни подруга Моя мама Ну, не спрашивает меня, зачем ты так много косметики, да? Ну Я не знаю, я в первую очередь творческий человек, да? Я постоянно меняюсь Я могу в день по несколько раз поменяться В зависимости от моего настроения Я всегда такой была Я не знаю, почему Для меня это немного Для меня это нормально Потому что я постоянно Крашу своих подруг Крашу бабушек Если там надо кому-то помочь Что же я накрашу И какие-то фотосессии все время устраиваем И что-то еще делаем Куда-то идем На какие-то мероприятия Тоже всегда Крашу всех Помогаю образ подобрать Лаки у меня только так заканчиваются Для ногтей Потому что Движенки постоянно любят красить у меня И бабушка красит ногти И мама красит ногти Так что Лаки у меня очень быстро вылетают Единственное, чем я не разрешаю краситься Это Пудрами Тушами И Моими карандашами Для слизистой Я считаю, что это Самый такой продукт Который Вот Нельзя пользоваться Особенно Туш и карандаш для слизистой Вот Так что Я тоже не хочу на этот вопрос отвечать Он глупый Непонятный Зачем так много косметики тебе? Не знаю Как ответить на него Вот Всех люблю, ссылала Обнимаю И До новых встреч Вот Оставляйте свои вопросы Если они у вас Есть для следующего видео Либо пишите в твиттер С хэштегом AskTigra Потому что Мне так будет проще найти эти вопросы Проще их собрать будет в одном месте Чтобы потом на них сразу ответить Вот Люблю, ссылала, обнимаю И Пока-пока-пока